Добрый день, вы на проекте школы видеоблогера. Меня зовут Екатерина Гулевич и в этом ролике я расскажу о моделях заработка на бьюти-канале. Есть несколько основных вариантов заработка на своем бьюти-канале, начиная со стандартной монетизации YouTube и заканчивая производством канала на продажу. Хочу сказать сразу, что эти способы не полный список вариантов получения дохода с канала о красоте, но я назову пять основных. Первый способ – это стандартная монетизация YouTube или Google Adsense. На самом деле это одно и то же, просто называется по-разному. Чтобы зарабатывать на монетизации, у вас должно быть достаточное количество подписчиков и просмотров. Не так давно YouTube изменил свои правила, и теперь, чтобы получать монетизацию со своего канала, необходимо, чтобы у вашего канала была как минимум 1000 подписчиков, а ролики набрали не менее 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев. Новичку этого добиться достаточно сложно, к тому же сам доход от монетизации не очень высокий. Но если вы не хотите заморачиваться с дополнительными рекламодателями, то это вариант для вас. Второе – это прямая реклама. Прямую рекламу можно узнать проще всего, потому что блогеры не скрывают, что они рекламируют тот или иной товар. Для бьюти-канала это в основном какие-то косметические средства, всевозможная техника, какие-то крупные косметические бренды и даже другие блогеры. Третий вариант – это скрытая реклама. Она отличается от прямой, собственно, тем, что ютубер не говорит, что она скрытая. Он может рекламировать какие-то косметические средства, но говорит, что это его личный выбор. С этой рекламой нужно быть осторожным, потому что если вы рекламируете явно некачественный продукт, ваши подписчики могут от вас отписаться. Четвертое – это спонсоры. Спонсоры бывают разные. Кто-то не скрывает, что через вас он продвигает свои товары и услуги, а кто-то предпочитает оставаться в тени. От прочих видов рекламы они отличаются тем, что заказывают не единичное сообщение, а присутствуют во множестве ваших роликов. Пятое – канал на продажу. Что касается бьюти-сферы, этот вариант не самый популярный. Все дело в том, что специфика бьюти-каналов заключается в тесной связи ведущего со своей аудиторией. Зрители привыкают к конкретному человеку, который дает им полезные советы, рассказывает, что лучше выбрать и так далее. Но есть вариант, когда вы можете продать свой канал и сохранить за собой роль ведущего. Кому это может быть выгодно? Допустим, какой-то крупной косметической компании. Тогда они могут полностью использовать ваш канал для своих рекламных компаний. Но при этом в качестве главного действующего лица остаетесь вы. В этом видео вы узнали о моделях заработка на бьюти-каналах. Какой вариант выбрать – решать вам. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. И, конечно же, ставьте лайки под это видео, если оно было вам полезно, и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!